Сегодня здесь все на птичьих правах. На входе в ярмарку нужно получить такое удостоверение. Это еще и не так просто. Птичьи права выдаются нашедшему червяка в коробке. В общем, почувствовать себя воробьем. Ну да, нелегко. Птичкам тоже довольно-таки непросто доставать себе пищу, корм. На финальный этап экологической акции съехались защитники природы со всей области. В этом углу библиотекари дают мастер-класс по изготовлению закладки в книгу. Это к вопросу, куда девать макулатуру. Не выбрасывайте, а сделайте миллиард закладок. Здесь наполняют новой жизнью отходы. Стеклянным бутылкам не место в мусорном баке. Чуть фантазии, и можно декорировать свою квартиру. Это очень много можно использовать всего. Вот в данном случае бутылки, сосуды, банки из-под кофе, из-под чего угодно. Главное, чтобы он был прозрачный, чистый, сухой. И далее вы можете засыпать сюда все, что угодно. Какие-то, может быть, брусовые материалы, растительные материалы. Главное, чтобы они были сыпучие и туда засыпались. Этот стол – производство эко-сумок вместо пакетов. Здесь делают деревянные игрушки, а особой популярностью пользуется творческая мастерская заповедника «Кержинский». Один из интереснейших проектов на выставке – такая эко-кормушка для птиц. Сделать ее можно буквально за пару минут. Сначала шишку обмазываем густым киселем. Ее можно сварить либо из муки, либо из крахмала. А затем ее осыпаем семечками и зернами. Важно, чтобы семечки не были жаренными и солеными. Соль губительна для птиц. И такие шишки потом можно повесить на деревья рядом с домом. Украсить, к примеру, перед Новым годом. Главный девиз экологов – не навреди природе. Но почему-то получается, что все мы с вами на земле ведем себя, как маленькие злостные вредители. Что делает каждый человек, я в этом уверен. Каждый раз, когда вы ездите на автобусе, и вам дают билеты, ну, вы же платите, когда билеты, ни в коем случае не надо их выбрасывать на улицу. Все не мусорят. А труд, то есть, чтобы ее выбросить, дойти до мусорки, на каждой остановке есть мусорка, это не очень большой. То есть, я у меня каждый раз, когда я выхожу на автобус, у меня в голове так, это выбрасывать нельзя, нужно сделать мусорку. На эту ярмарку прислали более 200 проектов. Все лето группы школьников занимались экологическими проблемами. Сегодня как раз презентуют свои проекты. Ученики из рабочего поселка Батрулино каникулы провели, исследуя карстовые провалы. Мы ездим в разные села и исследуем родники. Еще никто не знает, в чем проблема, но родники из-за чего-то высыхают. Все эти проекты – не школьный кружок для галочки и отчетности, а подростки – буквально надежда регионального министерства экологии. Наибольший интерес представляют такие проекты, которые позволяют на самом деле привести в порядок, ну, какой-то родничок, небольшую речку, участок водоема, пришкольную, придомовую территорию. Такие проекты есть, и они, в общем-то, принесли реальные результаты. И ведь не важно, какая школа победит в конкурсе проектов, и главное, чтобы маленькие спасатели рек и лицов продолжали свою работу. Синья Дорина, Варенат Бекбаев, Объективно, ННТВ.